Мы начали. А, если говорить точнее, то мы продолжаем. Так, вот это вот одна из папок в моей бездонной архиве. Когда-то часть этих фотографий будет отобрана несколько тысяч для монографий, для учебников и для программ обучения и программ вопросных экзаменов для студентов, которые, выходя в настоящий момент из университета, не знают ничего. Мы все учились понемногу. Итак, тема плодопитомники. Это бывший мой плодопитомник. Почему бывший? Потому что сейчас он принадлежит Сергея Железова. Вот, ну, пусть старая фотография. Но, насколько все серьезно, я могу показать вот здесь, например. Например, например, 2017 года. Мы сейчас заглянем в 2001, да? Вот. 2001. Последние фотографии. Вот они. Вот только снимал интервью всем напаем. Вот. Один из лучших садоводов-любителей России. Но, так же, как мне, науке не нужен. А, вот он Сергей Железов. Сейчас питомник ему принадлежит 26-го. Он сделал первый прививки рано. Вот. Но, что делать? У нас нет выхода. Он, будучи, он будучи параллельно крановщиком на Северском районе заводе, естественно, по-настоящему посвятить себя садоводцу не может. Ну, вот эта фотография года, наверное, 3. А, или сейчас точно узнаем. Ну-ка, съемка 2018 года. Значит, 4 года ей. Продолжаем. Здесь собраны фотографии разных лет, но без системы. Я объяснял, почему. Я, это мой стиль, я противник постепенного изложения материалов. Когда после 20-30 фотографии наступает сладкая дремлета. Услушать любые их плавно переходящие в глубокий сон. Вот. Смотрим дальше. Остановились мы. Одна серия позади. Остановились мы вот на этой фотографии. Так. Чем она хороша? Это фотография сюда. Это даже не питомник. Это Сесан. Наверное, почти пошиб сюда попала. Ну, давайте ее разглянем. Итак, мы видим погибшее дерево. Мое, молодое. Вот ему бирочка. На ней что-то написано. Вряд ли мы прочтем, какой сон погиб. Да, ни при чем. Но рассмотрим ее повнимательнее. Итак, что мы видим? Мы видим, что прививка погибла. Я прививаю сюда у земли. А рядом вылезла из-под земли вот эта вот Назовем его корневой отводок. Манджирского абрикоса, который служил подвоем. И который стал самостоятельной Личностью. Уже сейчас я вижу, что он Диким не будет ни в коем случае. Он охватался генов. И от этой прививки Вот. То, что я называю Улучшение подвоя С помощью привоя За что получил не раз. И не два. Считается это невозможно. У меня был вебинар Сегодня 31-го. Вебинар был 28-го. Я там показывал Статью В этом Третьей-тишем журнале. Я сам удивился, что Там напоминается моя фамилия Такого изгоя. Там Один из Доцент По фамилии Раникап Написал статью О Одном из будущих садоводов Ветра Собека Так, Раевском Председателе Нет Президенте Императорского Обсесадоводия Да? И он там упомянул Что он бы С Эльзу Не согласился То есть смысл такой Что улучшить подвой нельзя А я В таких случаях Оставляя деревья Я завелся Я как А этим только Разодорен Как писал Как Пел Высоцкий Только зачесались Кулаки Вы увидите Что когда Он уступил Поглашение Вот это вот Деревце Подвой Прямой погиб А в таких случаях Вроде сядки И он обязательно Вкуснее Крупнее Красивее Чем Родительское дерево А когда-то Оно выросло Из кусочки Вот Ну что Будем Продолжать Будем наблюдать И доказывать И доказывать Потому что Он как Раникам Доцент Крутейшего Северционного Института Написал Передент Общества Он Не согласился А сомнение Он оставил Скоп То есть Где-то там То есть Он сомнение Не высказал Мне кажется Что он Не зря Подчеркнул Это он Скорее всего На его стороне Что Учить Подвой нельзя Вот я Прокомментировал Хотя это Прямо Прямого отношения Не имеет Ну не мог Я обойти Стороной Вот Смотрим дальше Тема питомниководца Вот один питомниковод Последний Из Багикан Значит Это Володя Тотаров Владимир Александрович В этом году Первые Он мне дал Пару сотен Человеков Для реализации Я половину Реализовал Половины Еще нет А уже Завтра 1 апреля Время уходит А Он срезал Леточки Мне Отдавал Чтобы я их Продал По стране Вот исходя Из этого То есть Это Вечайший Случай Когда Мы имеем Дело С Совершенно Честным Порядочным Человеком Вот Это Последний Из Багикана Последний И наш Из этого Из Из города Сайденбургска Ну Так как речь идет Дальше Немножко Грухоголство Ну смотрите Здесь Справа Нет слева Видите Вон там Саленцы Пусть мы не видим Но мы видим Рекламные фотографии Вон они Вот Как говорится Ложе Мошенничество Почему Значит Я с ними Не разбирался Они мне не дали Володя Свидетель Я стоял С ним Поговорил Да И Кино Про него Снял Всегда Это делаем Вот Естественно Отвечает На вопросы Естественно Вон Скрывать Ему Нечего Мы Друзья Мы Коллеги Мы уважаем Друг друга И вот Я подхожу К левому Кольцу Кольцу Вот сюда И что меня заинтересовало Внимание Сейчас Укрупняю Смотрите Не видно Не видно А вот За его Левым плечом Кто стрелку видит Вон Такой холмик А на нем Саженец Я Еще не вникая Чьи Саженцы Допустим Наши отечественные Или купленные За рубежом Самая близкая Это Молдавия И Таджикистан Вот Я подошел Сказать Ну вот надо же Вот уже рот Открыл Я же все это Под камеру Вот Под камеру Говорю Нет Я еще не Не включил Я все По честному Я говорю Вы знаете Я хочу снять Вас И только раз Открыл Вас впервые Я вижу Чтобы кто-то Правильно Посадку саженца На холм нарисовал А не вот эту Дебильную Ёлки-палки Как на меня Пасть открыли Короче Аж как ошпаренный Отскочил Они уже знали Меня Вот Тогда значит Пошел я Еще вот сюда Справа Здесь тоже Саженцы продают Эти меня уже Точно знают Я только рот Открыл Хотел Сказать Что это Не включал Как на меня Орали Не сметь Жалко Я не включил Камеру Правда Неудобно Людей поставить Не сметь Где разрешение На съемку Немедленно Уходите Отсюда Ушел И вот Когда отошел Уже тогда Включил Камеру И уже Уходя Так еще Барботал Шел Весь Ошарашенный Весь Чуть ли Не в дерьме Думал Это То есть Так ведут себя Те У кого Рыло Пухует Скажем так Ну а еще Одна фотография Есть Нашего Володи Сейчас Моя Уменьшу Вот здесь Вот она Видите Панно Посмотрели Мы с другой Стороны И вот что Интересно Я только сейчас Обратил внимание Я никогда Мы не менялись Ничем Практически Вот По крайней мере Я не помню Вот то что я Реализовал В очеренке В эту зиму Это было Впервые Вот И я даже Ну вот Подхожу Вижу Старк У меня нет Старк У меня нет Аскорда У меня нет Кандиль У меня есть Кандиль Но у меня Белоснежный Кандиль Это совсем Другое Вот Голден Резистент У меня Голден Дэри Совершенно Разные Энтерпрайз А я даже знаю Что это такое Видите как Вот Получается Что Вот такие Богатые Если в сумме Объединить Ни один Государственный Питомник Ни один Государственный Сад Ни один Не потянется Не против нас А у нас Еще Филиппер А у нас Правда Жестовский А у нас Покойный Боднер Он Омер Все год назад Сад Вы представляете Ни один Институт Ни одна Академия Не сравнится С нами Ведь то что вы видите Не хуже чем у меня И не лучше чем у меня Еще раз говорю Я не знаю Что такое Enterprise Первый раз Слышу Вот Ну вернусь Обратно Я никогда Не обращал Внимание Вот Видите Память Жигалова Знаешь Что есть такое У меня нету Чижевская Ну правда У меня есть Так Вот Все тут еще Осенняя Яковлева Супер Сорт У меня есть Вот Северянка Ну Северянка Для меня это как Как Ранетка Грушовая Ранетка Полукультурка Вот Бергамот Киевский Наверное чудо Вот Память Яковлева Есть у меня Так И у него есть Кудесница У меня нет Оригинал Перун Ну Перун я не считаю За это Для меня это Как бы Второй сорт Все таки Сильно много Крови в Перуне От этого От У Северянской Груши Вот Вот видите Но в целом Если брать Уникальнейшая Уникальнейшая Коллекция Если опять Добавить Мою коллекцию Да еще и Бодлера коллекцию Да Прекрасная сорта У Жестовской Но это же Опять Ну куда Я вам сейчас скажу Это как анекдот Я люблю поговорить Вы можете отключиться Но я то что скажу Это тоже имеет право На жизнь Я уже разговаривал Ничего Привозят ко мне Душкабила Мой друг 25 лет Он как ученый Зависит Зависит Лабораторию Абаканское института Гравли Проотслеживал Мой сад Вот Время Привозил Молодежь Это С разных Институтов И очень хотел Чтобы мы подружились Но потом оказалось Что никому Из этой молодежи Даром не нужны То что Вот В наших садах Растет Я как раз Поспели Но абрикосов Уже не было А поспели Груши Я Вадим Показывал Груши Ну как показывал Я так же Гигант Подмосковья Суперсорт Десная красавица Суперсорт Осенний Яковлево Суперсорт Что-то есть Что-то есть Ребята Чего-то нет То есть Это Вот Но Еще там Среднерусская Я считаю Такая Лада Там Воронежская Это Людневая В общем Десяток сортов Есть еще и второй Десяток Ну это Это как Высшая Лега И первая Так вот Высшая Лега Десяток сортов И вот Водил Угощал Угощал И вот он Говорит Я специалист По грушам Я ничего не Выдумаю Ребята Вот Я могу даже Перекреститься Шея Насколько Не это Не преувеличил И вот Молодой Ученый Вроде Аспирант Вдруг Говорит Я занимаюсь Грушами Я не буду Говорить От какого Института Хотя помню Вот Я Обошел Вот мы Все Проспробовали Говорит Я не слышал Ни одного Из этого Сорта Причем Он был Ошараш Вот Здесь Кстати Упоминается Витя Перун Я на Он далека его знает У меня Перуна нет А так Он не встретил Ни одного Знакомого Названия Он был Ошараш И был Ошараш Я А я то За что Был Ошараш Потому что Среднерусская Как ее Можно не знать Ладу Как можно не знать Отечественная Сорта Нарядная Эфимова Вот Как можно не знать Нарядная Эфимова Как можно не знать Память Якова Гости Яковлев Это же Наши Причем Что интересно Наши ребята Яковлев Там Этот самый Ефим И прочее Они Создали Сорта Если Пятибарная Система То Считать Где-то От 4-8 До 5 Ну Слаще Не бывает Ничего На свете Это я Говорю Выходят С Украины Так Так Сложилось Слаще Не бывает А он Про них Не знает А я знаю Чем они Занимаются Вот И самое Есть Такая Целая Списочек Набрать Если Допустим То Поймете Не буду Говорить А то Поймете С какого Института Вот Этот Парень Смешно Конечно У меня и фотографии Только Я никогда Не покажу Вот Ну Что же Это Такое Это Как Можно Не Замахнуться А знаете Почему Это Да Бесконечная А не Друг Друг А У них Питомниках И В этих Самых Ну Сам Честных Участках Встречивает Врач Встречивает Врач Порожнее Иначе Назову Если Вот Здесь Соседняя Яковлева Вот Она Это Первая Десятка Если Здесь Память Яковлева Это Первая Десятка Вот Понимаете Вот Еще Тут Допустим Вот Это Не Вижу Что Это Такое Ну Ладно Не Будем Короче С Первой Десятка Какие То У него Это Есть Как У Меня Они Абсолютно Сладкие Их Только Прививать Прививать Почему Бесконечно Это Самое Идет С пустого Порожья Иначе Назову Вот В этих Институтах Да Берите Вы готовы У нас Серенки Я выброшу Порядка Пятисот Серенков В этом Я буду Снимать И показывать Как я Сжигаю Вот Эти Самые Вот И Вот Эти Самые Представляете Я буду Все Это Сжигать А не надо Вот Никогда Ни одного Чернычка Никому Не надо Ну В общем Это у меня Наболело Вот Научный Сотрудник Не слышал Его Слова Вот Климить Богом Его Слова Он Не слышал О таких Сортах Ну Так Вот Зачем Все Питомник Ну Раз Пустые Горски Значит Было Так Сделано С горшком Была Вытащена С горшком Продана К сожалению Бывает Что Не продана А Вытащена Эта Самая С горска И Продана Уже Чуть ли Не С голыми Корнями Потому Что Посылку С Тяжелом Земли Не Положишь Вот Ну И Получается Что Вставлены Обратно Горски И Ждут Следующего Ну А главное На этом Синтеке Что Вы Видите Ну Как Написано Сувенир Востока Скажите Как Амлоко Так Вырасти Очень Просто Такое Случается Почему Потому Что Это Прививка Вот Прививка Я Назову Своими Мнами Это Калека Это Инвалид Когда Срастили Две Половинки Прививка Всегда У Земли Ее Задача Все Бросить Невероятно Невероятно Да Все Бросить Будет Вот Такое Количество Цветов Причем Обращите Внимание Если Слева Видите Ветка Прославляла Чуть Чуть С Наклоном Вверх Вот Это Нормальные Цветы Нормальные Они Конечно Все Никогда Не Вдут Плоды И Все Было Нормально А Это Ну Догадались Полученные Догадались Они Сказали Варей Курчинович У вас Растут Химеры Что Такое Химеры Я Уже Рассказывал Это Слово Почти Наручное Друзья Той Жизни Там Представьте Себе Скульптура Она Не Это Тулуи Селева А Пылова Чайка Или Наоборот Тулуи Чайка А Вместо Головы Львиная Грива Вот Или Возьмите Кентавра Вот Четыре Копыта Все Как Лосади А Дальше Торс И Голова Человека Вспомните Это Есть Химеры Эти Химеры Не имеют Права На Жизнь Естественно Что Не знаю Она Не продана Была Это Вот И Несмотря На Такое Обильное Цветение Вот Это Вот Все Химеры Здесь Проснулись Почки Не так Я Говорю Что Вот Это Из Почек А Вот Это Из Клеток Вот Каждая Клетка Может Дать Целое Дерево В данном Случае Она Дала Цветы Вот Естественно Она Не годится На Прививку Ну А Закон Сопрочинения Почек Железа Вы Наверное Знаете Поэтому На Этому Останавливаться Не будем Вот Знаете Что Это Я Это Старый Снимок Еще Я Делал Вот Я не смог Продать Продолжение И они Уже Зацвели Зацвели Они Примерно На Третий Год Вот Так Горько Слева Можно Увидеть А Нет Так Не Видно Почему Здесь Обрезаны Абрикосы Вот Это Вот Только Кусочек От Абрикоса Вот Веска Правая При Приблизении Жаль Ничего Не Видно А Если Вот Так Ага Вот Теперь Видно Вот Это Слева Обратите Внимание Как Я Обрезал Это Было Обрезано Для Того Чтобы Из Прямо С Питомника Брать Черенки Уже Еще Питомник Но Черенки На Привык Вот То Есть Это Маточный Сад Который Постепенно Вытесняет Сад Который Мы Называем Питомник Даже Не сада Питомник Школ Как Мы Называем Плодопитомник А Вот Здесь Уже Вот Они Дерега Которые Навсегда Остаются Вот Так Поняли Да Постепенно Маточный Сад Вытесняет Питомник Питомник Переезжает На новое место Потом Проходит Время Через Калет Уже Веток С него Нельзя Поэтому Что Мы Делаем Мы Берем И Начинаем Меняем То есть Другую Молодежь Мы Отпускаем На черенкование А Эти Отпускаем На волю Бывает И Приходится Так как У нас Мало места В стране Для нас Места Нет Для опытного Сада Женина Сказал Мы Вынуждены Еще И Вырубать Ну Это Сним Просто Начем Хорош Смотрите Внимательно Это Крупный План Короче Прямо Питомники За Села Груша И Даже И Плоды Были Только Это Потом Покажу Вот То же Самое Цветение Цветение Почему Ну Какие-то Остался Навсегда А какие-то Просто Не смогли Продать Вот Ну Вот Вполне Грушка Как Грушка Они Не крупные К сожалению Ее Полноценной Мы не Называем Потому Что Здесь Должно Было За год Вырасти 2-3 раза Мышь Если Настоящая Мышная Прививка Ну Не знаю Наверное Год спустя Ее Тут Продали Вот Видите Можно Было Сдуру Между Раз Хитрости Даже Назвать Вот Эту Грушу Можно Подозвать И Полновидная Врать То У нас В стране Нигде Не соврешь Не поживешь А так Как Мы Не Врем С Сергеем То Живем Мы Не очень Хорошо Абакан Вот У меня Тут Видите Вот Эти Розочки Напоминайте Если Это Розочки Значит Это Привозные Саранцы Это Не Абаканские Врать Болю Ой Как Болю Только Это Не Абаканские Образовелись Вот такими Панно Вот И У меня Они Там У меня Есть Такая Тема Паршивая Питомник И Паршивая Саранцы Вот Там Вот Это Панно Встречается Несколько Раз Причем И в Саиногорске И в Барнауле И в этом И в Красноярске И в Абакане То есть Работает То Теперь Это Можно Назвать Мафией Учитывая Огромный Размер Мне Интересно Другое Что Будет В этом Году Итак Санкции Может Нет Хода Без Добра Почему Я так Подумал А Если А Если А Если К нам Больше Не Привезут То Что Будет Уничтожено Навсегда Потому Что У них Плорозостойкость Ниже Критической Ну Не выше 30 градусов А у нас Таких Теплых Зим Не Бывает Вот И все Таки Надо Мно Уже Посмел Успел Высказать Часом Разговарив С очень Умным Человеком Вот Я люблю Умных Людей Даже Иногда Другому Рядом С ними Но Польза Есть Я Ему Как Начал Рассказывать Ну Все Теперь С Италии С Испании Даже С Молдавии Даже С Македонии С Сербии Не привезут Ура А Сербия Не вступила В союз Против нас Ну Может Сербия Еще Привезет Тоже Наверное Смерть Ну Может Побавиться Процентов На 50 На 90 Как Он Надо мной Посмеялся А Казахстан Для чего Ограничений С Казахстаном Нет А Казахстан Никто Санкции Не объявлял Значит Чуть Длиннее Дорога А Замолим Телушка Полушка Дорогу Перевоз Помните Это Крылатое Выражение Это значит Что эти Штарницы Будут Возить Но уже Не прямо А криво Значит Еще и дороже И так Все это Будет Каждый Год Вот Посмеялись Удобно Это Моя наивность А я Не подумав Что Сказал Что Теперь У нас Будем Свои Развивать Ага Вот Ну Вот Еще Одно Вот Еще Одна Химера Но Мы Уже Об этом Говорили Вот А почему Химера Видите Сколько Слов Это Вместо Одной Почки Вот Столько Вылазит Одновременно Значит Это Уже Не Из Почки Это Уже Из Клеток Это Другой Разговор Вот Он Мой Питомник Ой Извиняюсь Сергей Женезов Это Сработала Привычка Значит К сожалению Это Тема Была Других Разговоров Там Допустим Берется Персик Он Показывает Кино Вот Здесь Рукой Я Сейчас Объясняю Там Про Персик Про Грушу Но Принцип Главный Тоже Вот Здесь Он Сжимает Рукой И До Низу Делает Так Тррррm Все Висе Оторваны Вот И Здесь Трашные Раны И Это Он Лучит А Дальше Будет Штамп Иметь А Выше Персик Причем Я Понимаю Одно Персик Он Это Фильм Он Снимал Где-то На Крайнем Юге А У Нас После ЭТого Тррр Этих Страшных он наверняка загнется, к тому же зачем першику такой штамп, как минимум такой, когда его надо распластать понад землей ветки, то есть ветки должны начинать с самой земли, тогда есть какой-то шанс на севере. Я сейчас скажу, хотя это супер питомник самого всяких в мире, где все зимует на морозе, я что хочу сказать, вы можете, в отличие абрикос, сгнивают под снегом, груша сгнивает под снегом, вот эти два вида, это наша головная боль, не укроешь, а вот персик, он может жить под снегом, правда раз не скоррется, он сгнивает, зависит от структуры снега, насколько он мокрый, насколько долго под снегом, зима бывает, малоснежная, многоснежная, кто-то садит в ямку, чтобы быстрее сгнил, по железу садит на холм, чтобы это дольше продержалось основание штампа, все это так, но самое главное, это то, что расположение листьев, вот этих листьев, их форма и их именно расположение, она предназначена для конкретной цели, и так, груша должна иметь вот такую крону, и нельзя ее раскорячивать, нельзя делать в виде вазы, в общем, глупостей хватает, ее нельзя трогать, она растет пирамидами на всю жизнь, почему? Самое, оно из своих мест, самое слабое место у нее, это вот этот штамп, и когда он мокрый, он сгнивает за несколько лет, долго не живет, доказательства я приводил в десятки раз, мне иногда кажется, сколько уже повторяться, но я надеюсь, что новые люди появятся все-таки, которые вот так делать не будут раз, и поймут, что видите, что под грушей сухо, вот это для груш главное, вот им так же, как яблоням, предписывают, вот еще и это, чашеобразным, давай вырежем середку все, туда солнце будет проникать, ага, если с грушами, то сюда будет проникать, те этот самый, ну и второе, это то, что почва, ну ладно, это питомник, тут почва, черный пар, вот, но уже со следующего года, допустим, пересадили, это же привитые деревья, начало они развиваться, там уже дерн, только дерн, и никого иначе, потому что там начинается закладываться структура почвы, с ходами-выходами, с аэрацией, с вентиляцией, с канализацией, это святое, вот, а именно вот эта форма и минимум влаги, поверьте, минимум у него стержневый корень, он уходит глубоко вниз, и ему вот у этой влаги, пусть это дождь, он им не нуждается, заметьте, не нуждается, заметьте, отказался в дождях, вот это имейте ввиду, это очень важно, это груша, абрикосы, стержневый корень, пирамидальная крона, проезжать нельзя, точка, яблоня, там совсем другое, вот, на этом мы еще будем проходить, яблоня и, и слева, и весня, вот, пожалуйста, крупный план, видите, так установила природа, вот, абрикосовый, небольшой питомничек, видите, это еще не привитые, так они быстро вырастают, просто, можно приватить прямо на месте, что и было сделано, вот, вот еще, смотрите внимательно, здесь получилось так, если вот эта грядка, кодом раньше, густая, столько всего, а эта грядка не пошла, для этого много причин, но мы сейчас в целом рассмотрим питомник, а почему вот не взошло, вот, так густо, сейчас объясню, сейчас, внимание, тут никаких, нет проблем, вот она, постарался сделать, вот, обратите внимание, видите, прививка, 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 здесь было сделано так, вот здесь густо, и приватить практически невозможно, вот, а эта шкока уже другого типа, то есть, они были здесь все выкопаны, я потом покажу, как это, пожеже, видите, как пожеже, вот, смотрите, пожеже, вот, и, осенью были сюда пересажены, вот уже расстояние, где-то, 3,40 сантиметра, то есть, 3 шкажек, а здесь буквально по 10 сантиметров, ну, толщик много садили, вот на таком расстоянии, они взяли с дома, все взошли, ну, почти все, ну, что, взглядели, что это прививки, очень, блин, цельная разница, вот, так, где мы были, еще лучше, а, я пытаюсь найти, вот так, листаем дальше, и домник тоже, и уже, где-то на второй год, так бывает, редко, бывает и на первый год, это вообще редко, вот, уже сразу закладывается, все точно, первый год выросло, и сразу все точно, пачки заложились, почему, потом вы увидите не раз, отводки, корневые, они, отводки от взрослого, я бы, в данном случае, от взрослых сибир, так, и, будучи однолетними, они имеют возраст своего мамы, папы, то есть ему много лет, а раз мы прививаем на взрослого, то, а взрослое дерево, а веточку вот эту вот, вот этот кусочек, видите, вот он, вот, хорошо видно, нет, вот левая стрелочка, вот этот кусочек, черночек, вот он отсюда, вот он отсюда, вот это вот, вот эта часть, она была взята с взрослого дерева, и так, подвой взрослый, то есть, он был не семечкой выращен, а прямо выкопан в лесу, от взрослого дерева, отводок, значит, будучи чисто внешним двухлеткой, почти двухлетки вот такие, вот сюда могли привить, и в России, про, может быть, лучшую каплировку, в данном случае не так важно, важно то, что скороплодность высочайшая, вот, и не надо много лет ждать первого размера, так, вот это корни, надеюсь, вы у меня, друзья, пояснили, идем дальше, а, вот помните, там груши я показывал, похожие на колонну, вот одна из таких груш, именно, даже будучи привиты, у них желание расти вот так, это генетическое желание, потому что еще раз я буду спасать штаб от выпривания, то есть он должен быть сухим, ну и вот не купили на третий год, осень третьего года уже плоды, раз не купили, ну а дальше он остается уже, навсегда становится маточным деревом, недалеко вчера я с него брал черенки, так, вот это красота, посмотрите, что такое качественное саженство, хотите я вам покажу, то, что вас сейчас шатирует, вот еще раз, приглядели, нравится, а теперь внимание, вот это вот, я снимал на днях, потому что я готовлюсь к очередному вебинару, и сейчас мы просто с вами увидим, сейчас мы кое-что увидим, сейчас я вам покажу, и это реклама, что из такого дерьма сделать рекламу, это надо было умудриться, это надо было умудриться, ребята, ого, ого, она мне, знаете, где эта реклама, уже там, где материалы по подготовке вебинара, потому что я такого, я все в жизни веду, а чтобы для рекламы использовали, кривой, горбатый, сажен, вот, мне как-то неловко сейчас, много времени, много потери, чтобы его найти, ну, попробуем так, если сходу найду, то ладно, если сходу, вот, реклама 177, вот, пятый год, пятый год, издеваюсь над собой, над вами, вот она, 177, вот, ну-ка, сейчас все быстро, вот, здесь много интересного, ну, да, давайте-то я так скажу, вот это мои, вот это мои, материалы по подготовке вебинара, вебинар состоялся в прошлом, 28, следующий будет 4 апреля, может быть, этот фильм вы видите до, может быть, вам надо просто попасть ко мне, и записаться на, то есть, зарегистрироваться, и получать все свежие материалы, и по вебинарам, и по, это разные вещи, вот в конце скажу, сейчас я хочу найти то, что искать, понимаете, 100% покупной материал, да, сейчас, это подготовка с вебинаром, который будет все от этого числа, вот, вот, кстати, вот это все семечко, чек выросился, какие семечки, правильно, жанзовских семечек, вот так вот, все это вы видите, потом, я вам хочу показать, вот, ну, не удерживайся, вначале берется, делай самульчирование, абрикосы, груши, сгнивают 100%, автор не знает, и этот автор не знает, что он сгнивает мульчирование, и вот эту грушу уже, почти покойницу, он берет, и все это прескивает, вот смотрите, это в руках у него, он опрескивает, вот, 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 а я вам пишу, 20 лет коту подходят, 20 лет, я боюю и воюю, против нее же, что ничего не помогает, сейчас я все-таки хотел показать, тот, который меня убил, шокировал, и убил, и шокировал, вот это здесь, вот он, вы представляете, я бы не стал придираться, Гарден Март, но они имели наглость, украсивая фотографию, вот это моя фотография, ну, ветераны, железновского движения, уже давно знаю, фотографии, я показывал, несколько десятков, сайтов, рассказывающих, такие же, как Гарден Март, ее присвоили, и человек, который вот это вот, дерьмо купит, вот с такими штаммами, вот с такими камнями, да, вот это, купит, ну, правда, дешево, то есть, он много не разорится, вот, но, мудрится, украсить фотографию, вот, и абрикос академик, якобы, якобы, да еще, со спустившимися листьями, продавать, да еще, столько корней иметь, это, я в шоке, лично я в шоке, вот, ладно, давайте возвращаться к нашему, чуть не сказал кому, вот сюда, ну, вот теперь смотрите, что такое настоящий питомник, это все приготовленное, будет отправлено в Костеляск, приходится ехать самому, ему бы научной работой заниматься, он же все-таки агроном, вот, но, к сожалению, это у него, так сказать, хобби, это хобби, потому что он, машинист крана, это хобби, так, на масса не хватит, только на хлеб, и, наконец, вот, знаете, очень грустно получилось, хотите, я вам расскажу, не тот, про хобби, и закончим, потому что там, если вот такими темпами, ну, еще, фирма на 20, мне тут немного денег прислали, чтобы, фирма монтировали, не я, а девочка студентка, я всегда говорю, мой телефон, все знают, если прислать телефон, 100 рублей или 200, будет, все фирма монтировать, а пока, вот, и кто я, ну, не шоу, блогер, блогер должен развлекать, итак, анекдот про хобби, значит, приезжает, американская делегация, и на этом, эту серию закончим, второй, приезжает, американская делегация, Советский Союз, граналисты, граналисты, народ ушлый, вот, все знаете, какого мы, в самой богатой мире страна, и самые бедные люди, вот, и знают, что будет, это, это, обозоренный, КГБ, на готове, значит, идет, компания, журналистов по улице, и, так как у нас, якобы, слава богу слова, нам может оценивать любого, и начать расспросы, как живете, и так далее, оттуда позору недалеко, напечатали, где-нибудь, Нью-Йорк Таймс, вот, и КГБшники, прочесывают, перед ними, делегация, они стараются, чтобы быстро не шла, а перед ними, прочесывают улицу, и каждого работягу, останавливают, говорят, так, сейчас, если тебя остановят, выражать будешь, поспей только сказать правду, вот, и всех инсультируют, инсультируют, ну, те идут, дворадные, ну, как это, их разве, их разве обманешь, этих, ушлых, американских журналистов, сейчас, выведут, любого на чистой воде, и, прилетели, мужик идет скромнее, жнется, к забору, там, или к дому, ага, вот, подойдите, пожалуйста, так, можно, мы, это самое, интервью возьмем, а то, вы что, говорит, друг, как, свобода слова, ну, берите, так, значит, а, за спиной у журналистов, вот так, кулак этот, держит этот, наш этот самый, КГБ, ну, короче, доктору нас, надо брать, скажите, как вас зовут, по мере, Иван, Иван Иванович, скажите, пожалуйста, у вас большая семья? Да, думаю, что, у нас должно быть много детей, пятеро, да, а скажите, сколько у вас комнат в квартире? А там кулак, семь, да, пишет, ну, даже у работяги семь комнат, оговорили, что это проблемы, ладно, скажите, пожалуйста, что вы пьете на празднике, там, по Новый год, шампанское, остальные дни коньяк, в армянске, да, и все в таком духе, беседа текет, лапшу вешают, американцы приуныли, но один-то самый опыт, и самый этот самый, ну, а можно я вам задам личный вопрос? Ну, пожалуйста, скажите, а какое у вас хобби? хобби, а тот-то слова такого не слышал, к жизни, хобби, хобби, а там опять кулак, как ибо все, растерялся, думал, посмотрел себе между ног, а хобби, это, видимо, по-английски хобби, а хобби у меня, надо же врать, хобби у меня, ничего, прилично, так, как же, а больше, на сколько прилично, ну, 13 ласчик садится, что, 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 о, глиб, надо исправляться, ой, вру, не 13, 12, а у 13 лапки соскальзывают, вот он, пожалуйста, вот такое хобби, вы только сейчас видели, вот здесь, где, вот здесь, это где, здесь, это, здесь, это вот здесь, вот эти, еще хобби покажу, видите, все нормально, вот, в коробках продают, по-английски зимой, они к весне мертвые, ну, ничего, это бы, еще ладно, вот, казалось бы, ну, что особенно, сейчас раз, все нормально, все нормально, все нормально, все нормально, а теперь, внимание, поворачиваем, поворот, и где у нее корни, вот это вот продают, вот, ну, так, ну, что, вторая серия закончена, значит, или, такие саженцы покупать, или, выращивать самим, вы думаете, я уговариваю вас, Сергея покупать, он уже заказывает, третий год принимает, питомник маленький, ухаживать некогда, поливать некогда, это хоть, как он вообще, хоть кормит, все ждал, наверное, все, все знают, один из лучших, он в России, по-нибудь, Тимирязевка плачет, но если его туда взять, придется все работать, и Тимирязевки перестраивать, понимаете, вот в чем дело-то, я вот к этому товарищу обращался, вот, куда сего, он же агроном, он же ведущий, он талантливый еще ведущий, он снял у меня в саду десяток фильмов, прошли годы, он сделал карьеру, теперь он ведущий уже не Кемеровского телевидения, а Московского, телеканал, который называется «Усадьба», и вы знаете, а там столько, ой, что там, смотрю я на это, думаю, ну не тот, это уровень, ну пригласи, жалюзовый, моего Сергея, пригласи других моих учеников, а, вот, вот, вот такого ведущего, должны быть и это, как их назвать, со-ведущие, настоящие, вот, и тогда вот таких вот не будет больше, тогда таких не будет больше, так, ну что, наверное, на этом все, будем считать, что-то серию закончили, на всякий случай покажу еще раз, гостевая книга, вот, видите, ее найти очень легко, набираете, вот, 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 так вот, запрос на Яндекс, по-русски, сайт, саду, даже, Яндекс, и вы на сайте, посмотрели, каталоги, пожалуйста, сайвенцев, семян, черенков, вот она, черенки, все есть, а это не все, вот, под язык положили, валюдол, вот, посмотрели, что можно выращивать, не только в Сибири, но и в России, причем лучше, чем на Юге, лучше, чем на Юге, дали бы там какие-то проблемы на Юге, уже бы мы, северяне, кормили Россию, вот этим вот, добровым, богатством, вот, а потом заглянули, смотрели, убедились, что все это правда, видите, моя, вот, эндоскобилов, я его вспоминал, да, 25 лет отслеживаю, стал бы он, халтурщику ездить, вот, видите, а вот это вот, сейчас показатели, в другой раз, фото черный абрикос, вот, на вебинаре я покажу, мне прислал человек, ссылку на, это самое, на сайт, плодопитомник, а там, вот, на том плодопитомнике, якобы, они выращивают вот эту фотографию, якобы, и черный перец назвали, я набрал черный принц, видите, вот, найти изображение в Яндексе, вот, а, один из моих учеников, вот сейчас, смотри, один из моих, видите, сколько претендентов, то есть, это не их картинка, вот, а там было написано, нет, это наши, нет, в нашем саду, вы смотрите, под Москвой, вот это чудо, я сейчас голову на плохую положу, что это неправда, а, кстати, у меня есть черный абрикос, и все уже об этом знают, тогда вы заглядываете, на этом же самом, вот же, это, где мы были, вот она, фотогалерия, вот, теперь мы с вами, на стрелочку нажимаем обратно, кто мы еще не видели, контакты, вот, а это вот, вот он, вот он родной, и вы заговорите, я хочу косточки, я хочу семечки, я хочу семечки, вот, или вашего сына, сажился, вот, пожалуйста, получите каталог, поэтому адрес, если напишите, копировать, высылайте, а потом еще заходите, гостевую книгу, учиться надо, вот гостевая книга, вот свеженькое, это, объявление, вебинар, 4 апреля, а вот так вы можете, можете, на этот вебинар, дорогие сестры, вот раз, вот два, вот три, вот, и вы участник вебинара, там зададите вопрос, там, что хотите, то и делать, вот сколько я вам наговорил, ну что, будем заканчивать разговор, давайте так, я сейчас закругляюсь, вот, это будет серия номера, там будет написано, продолжение следует, мы посмотрели, три процента фотографий, за два, за две недели, вот, это мало, а, еще, друзья, кончается, обычно, все плохо, я проводил, кто видел, у меня есть два, две большие записи, в этом случае, три диска, а в другом два диска, видеофильмы, в Москве, и в Красноярске, а еще, а еще, в Челябинске, и там, и там я спрашивал всегда, начинаю я, от своей лекции, с чего, чтобы знать, с кем я имею дело, наречками, или опытными ягодами, кто из вас имеет питомники, две руки, кто, а все равно учиться, приехали вообще, кто, или пришли, или приехали, некоторые приезжали за тысячи километров, из-за границы, а кто из вас, хочет иметь питомник, лес в рук, я смотрю, половина примерно, то есть, если 100 человек сидит, то 50, если 200, то 100 человек хотят иметь, а сколько из них потом становится, да почти никто, от хотения, да ничего нет, учиться надо, и вот они, вебинары, это 170, смотрите, 177 вебинар, видели, вот, 3 часа, по 3 часа, 177 раз, вот это да, это уже надо и студентам изучать, в нашей стране, у меня один студент, выпускник, получив диплом, не сможет вырастить сад, и хочет, как глубоко посадить, чтобы сгнило, это проходили, и хочет перекапывать почву, и превращать жизнь, в это, колесить деревья, каждый год, потом, если не дай бог, вырастут со стремянки, рискуя сломать шею, и все это, 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 каторга, кто потом, я знаю, с одного, в одном крупном городе, в университете, два выпускника стали работать только по специальности, на кой черт университет соберет, а после вот этого волшебства, вот этого вот, вот такого волшебства, вот такого вот, ну хотя бы половина захочет, они будут видеть перспективу, а не мертвые сады, вот, а, кстати, вот он наш герой, а я что-то это самое, я вот это вынесу, наверное, попрошу, брата или нет, попрошу студента, который будет монтировать этот фильм, вынеси эту фотографию в начале, вот, вот он тот самый, выдающийся его, это же приехать в Железово, но он приехал в тамносящий сад, вот на ней, на том плане, видите, за его правой рукой, настоящий колонавидный яблок, сколько тут чудес, посмотрите под стол, сколько там абрикосов, все, друзья, заканчиваю, надеюсь, будем дружить, вот, до свидания, субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok,